А именно по кормовой базе, ну что есть, вот есть кукуруза, даю одну кукурузу, есть отруби, даю одни отруби, есть, появилась там какая-то отходы пшеничные или гороховые, даю пшеничные, гороховые, ибо, то есть, что есть, что взял, что ухватил, что дешевле, то и даю, у меня нету рецепта, вот вам надо конкретно 30% того, 20% того, 15% того, 11% того, там того, ведер кучу наставил, вот такой я, вот такие у меня рецепты, нет, у меня такого бреда нету, поэтому я даю все, что дешевле и бэху. Друзья, насчет отрубей, часто задаваемый вопрос и обсуждение насчет отрубей, то есть, задают часто вопрос, можно кормить, не можно кормить, как кормить, есть ли от этого результат, и так дальше, и тому подобное. Объясняю. Раньше я все время кормил отрубями и показывал на своем канале, как кормлю отрубями, и, грубо говоря, на этом и начинался мой канал кормления отрубями. И сейчас, вот я думаю, себе опять партию завез отрубей, и думаю, покажу вам, и расскажу, что к чему, и что да как. Значит, смотрите, как выглядят сами отруби, которыми можно кормить, которыми я кормлю. Я не знаю, кто-то пишет шелуха одна, кто-то пишет одна пыль, кто-то пишет одна мучка. Вот, какими я кормлю, вот, ну, получается, средний вариант, не хлопья, а то есть воздушные хлопья, и не мучка, вот такой вариант. Вот, и мука попадается, белые, комки муки. Ну, вот, рука в муке, видите, рука в муке. Это я вот опять завез отрубей. Объясню, как растут и есть ли разница на обычном корме. Эту всю зиму, которая у нас прошла, хорошо прошла, все хорошо, все, слава богу. Эту всю зиму я кормил ячмень, пшеничные отходы, ячмень, гороховые отходы. То есть, ну, именно ударение сделал этот год, эту всю зиму, ну, и вот год заканчивается по отходам. Объясню, почему по отходам. Потому что отходы, выходят, вышли мне дешевле, чем отруби. Отруби я сейчас взял, вот эти вот, только мне их привезли, по 130 гривен мешок. В мешку, ну, якобы считается 25 килограмм, ну, на самом деле 22-23 килограмма. То есть, выходит, если высчитать все правильно, выходит килограмм отруби, сейчас у нас стоит 5 гривен 60 копеек. Или 5,65. А я брал ячмень, вот у меня еще остался, недавно привозили, по 6. Это я взял подмешивать свиноматкам. Также брал зерноотходы, но их уже нет у меня, закончились, ну, то есть я перебил последние, которые у меня оставались. И по 3 гривна. Это перебитые уже на крупоружке. Это вот ячмень этот, что по 6. То есть, получается, ну, разница несущественна, вот именно отруби и там какие-то отходы. Даже этот год, если я сейчас возьму, вот по сезону, зерноотходы, там, пшеничные, ячневые, ну, без разницы, отходы. Они будут значительно дешевле, чем вот сейчас на данный момент отруби. Кормил я отрубями, просто отруби и белково-витаминная и минеральная добавка, то есть БМВД. Растут хорошо. Есть ли разница от того, что ты кормил отрубями и когда просто использовал обычную зерновую группу? То есть ячмень, пшеница, горох. Я вам скажу, несущественная. И даже если так разобраться, наверное, то и на то оно выходит по приростам. Да, у меня там, я считал, если все правильно, вот все, там я придерживался, все, у меня ушло, получается, до 135 килограмм живого веса. Ну, тут-то я считал, а 134 килограмма живого веса по 2 килограмма 170 грамм на привес живого 1 килограмма. То есть у меня пошел расход 2 килограмма 170 грамм на привес 1 килограмма. Но, хоть бы я этим, вот это все правильная зерновая группа и белково-витаминная добавка, хоть просто отруби, разницы, я вам скажу, если без всяких перебоев, ну, я так объясню простым языком, ну, знаете, то есть деньги, взял бы МВД, нету, да, пока так покормлю, потом опять появились деньги, взял в мешок, потом, да, так покормлю, перебьюсь, пока там до зарплаты или пока будут деньги. Вот в чем проблема и в чем ошибка. А если вы все время начинаете, вот, допустим, купили поросенка, килограмм там 12, 10, 13, и начали сразу использовать отруби и БМВД стартовые, ну, только старт не сбросайте сразу 25%, потому что может быть отечная болезнь. А давайте, начинайте давать с 15% старта и потихоньку-потихоньку, и просто от него отруби, не надо ничего. Проверено лично на мне, растет хорошо, растет так же само, как и обычная зерновая группа. Разницы никакой, просто я, ну, я же говорю, я затарился много в прошлом году, и оно все мне вышло дешевле, чем отруби. Если бы сейчас мне сказали, вот, к примеру, зерновая группа 4,50, или мы тебе привезем отруби по 3, я бы сказал, давайте отруби, я взял бы и 40 тонн. Радости нету предела, без всяких заморочек, без всяких крупорушек, без всяких просто отруби и БМВД. Ну, отруби у нас вот сейчас 130 гривен мешок, у кого-то есть 90 гривен мешок, то есть по-разному, цены по-разному, поэтому я считаю, и мое мнение, я считаю, и мое мнение, что кормить проще и лучше тем, что дешевле. Вот часто мне спрашивают, да, даже пишут, наверное, под любым видео, вот, любой там видос, как Андрюха разделывает, или там что-то показывает поросят, свиней, мне говорят, спрашивают, дайте, пожалуйста, ваш рецепт корма, чем вы кормите, поделитесь рецептурой, ну, типа, от того, что мой рецепт, вот такие, вот такое у меня сало получается тоненькие, так хорошо растут свиньи, это полный бред сивой кобылы. Нет, это не зависит от рецепта моего, якобы, комбикорма. Объясню, от чего это зависит. Я не могу каждый раз, каждый месяц, или каждые две недели давать разный рецепт комбикорма. Почему разный? Потому что у меня, сейчас, допустим, только ячмень, и, к примеру, отруби. Я даю только то, что у меня есть, мешаю, там, допустим, старт, гровер, финиш, но сейчас у меня уже нету от корма, у меня все уже здоровые, поэтому они сейчас все на норме сидят. Я не могу писать сегодня один рецепт корма, как я кормлю, послезавтра другой, а через месяц вообще одна кукуруза и БМВД, третий. То есть вы скажете, что ты гонишь, ты же в прошлый раз писал один рецепт корма, а сейчас у тебя другой. У меня рецепта корма нету. Мой рецепт кормления, это то, что есть самое дешевое, и БМВД. Все. Конечно, я не спорю, есть разница. Один поросенок растет, один не растет. Поэтому у меня свои поросята, я с этим, угадай мелодию, Бабы Зимин или Бабы Манин поросенок, у меня такого нет. У меня мои лично поросята, я знаю, что за поросята, кто с кем, кто куда, что за пороза, что за геприд и так дальше. Поэтому у меня поросята растут хорошо. От поросята тоже многое зависит. Если у меня хорошая генетика, они растут у меня хорошо. Бэху использую, Бэху это БМВД, и все, оно растет. Бэху использую тоже, я не до финиша, я финишем не пользуюсь. Финишем надо кормить, правильно по рецепту надо кормить и финишем. Я никогда не пользовался, ну, не пользуюсь финишем. То есть я поднимаю поросянка предстарт, старт а-ля гровер, и все, на этом заканчивается движение. Они растут хорошо, быстро, как я уже говорю, до 110-115 кг, дальше начинает у них притупляться рост. Хоть ты им золотые рецепты давай, впихивая через задний проход, вот они не растут, от того, что первую сотню, первые 100 кг, набирает быстро, там за, ну, 5 месяцев возьмем так. Первая сотня за 5 месяцев, и то у меня 5 месяцев были и 135, и 140 кг. Ну, возьмем первые, там, 4,5-5 месяцев, первая сотня, там до 110 еще легко. А там уже дальше начинается, оно ест больше, расход корма больше, а рост меньше. Поэтому все комплексы сдают, ну, на вот эти скотовозы, машинами сдают, от 90 до 115 кг. Почему делают так? Потому что дальше уже останавливается рост и идет перерасход корма. Он им неинтересный. А не новую партию начинают откармливать до 90-115 и дальше. И опять партию дальше. Никто не передержит, как мы дома, допустим, 160, 180, 150. Это уже передержки, издержки, так сказать, расход. Поэтому, мой рецепт кормления, отвечая именно на этот вопрос, всем, мой рецепт кормления один и постоянно. То, что есть самое дешевое, и БМВД. Вот так, я думаю, вам объясню. Ясно, доходчиво и понятно. БМВД, да, я не спорю, но БМВД, БМВД разница. Я не нахвалю, вот там БМВД водолага, оно супер-пупер. И так, кто попробовал, и так понятно, что знает. Зачем доказывать, то, что и так уже, грубо говоря, зачем изобретать колесо, если оно и так уже есть. Поэтому, сама по себе торговая марка водолаги, за нее знают, она уже какой-то, каким-то авторитетом обросла, и доказывает распинаться мне в каждом видео, вот БМВД водолага, самый супер, кто хочет, и так знает, и кормит. А то кричать за каждым углом. Есть хорошие марки, ну, более-менее, хорошие БМВД в Украине, я не спорю, не только водолага. Водолага, да, хорошие, неплохие, но есть еще там пару марок, я не буду их рекламировать, но есть тоже неплохие. Но не буду говорить какое, то есть, тоже, типа, как бы не... Есть сильно много плохого, поэтому, как бы, думайте, считайте сами, решайте сами, быть или не быть, кормить или не кормить. Результаты есть, и результатам довольны. Также насчет свиноводства. Насчет прибыльно-неприбыльно тебе заниматься. Сколько ты режешь в месяц? Почем ты продаешь поросят? Чем ты кормишь? А ты ж кормила трубями? На вот эти все вопросы ответ один. Ответ один на эти все вопросы. Свиноводством заниматься выгодно. И таким свиноводством. Я что же, ну, я недавно занимаюсь. У меня нет такого там... Да вот у меня там 20 лет я занимаюсь. Нет, у меня такого нет. Я недавно, только третий год как занимаюсь. И я вам скажу, выгодно. Ну, не то, что выгодно, а очень выгодно. Я ушел с работы, засел дома. Занимаюсь и продаю поросят. Занимаюсь продажей мяса сало. Занимаюсь откормом. Занимаюсь свиноматками. И оно все в совокупности выгодно. Почему? Потому что у меня своя свиноматка. Привила поросят. Я себе поросят своих оставил на откорм. Откормил, продал. У меня, ну, то есть, замкнутый цикл. Я не продаю, не ищу. Дядя Вася, от почем ты сегодня возьмешь у меня 46 гривен или 44 гривена? Мне все равно, почему там принимают живой вес. 33 или 60. То есть, я на это не реагирую, не обращаю внимания. У меня налаженный свое полностью весь процесс. Вот поросенка, вот покрыли искусственно. Распоросилась, поросят оставил, начал откармливать и пошло-поехало. Я не покупаю, я покупаю только корма. И все. И получается, своих же поросят я продаю у себя же в магазине. Вот вам и в чем фишка. Кто-то скажет, невыгодно. Согласен, может быть, невыгодно, как посмотришь цены на живой вес по 38 гривен, по 40, 42, у нас, по-моему, 44-46. Наверное, невыгодно. 100 килограммов отдать, запустим, за 3200, понятно, что невыгодно. А если у меня хоть падает цена на живой вес, хоть не падает, у меня цена одна и та же в магазине на мясо, салом, отбивные, задки, ребра, голову, оляшки, хвост и так дальше. То есть, выгодно за ним, выгодно, интересно, и за это можно жить и жить нормально, и содержать семью. грубо говоря, ныкляты, мемяты, и все супер-пупер. Поэтому, я думаю, ответил на этот вопрос, выгодно, невыгодно, рецепт корма, ответил, все ответил. Также, отвечу на вопрос, по поводу Сани. Был видос перед этим, когда Андрюха Чекрыжил большую свиноматку, клубнику. Кто не смотрел, зайди, посмотри, перед этим видео, было видео. И там приехал Саня. То Саня ездил в другое место, то Саня не ездил, куда он сейчас уехал, ну вот, не так давно, перед Пасхой, куда я его на автобус вывозил. То он ездил в другое место, тоже там где-то что-то знакомился, где-то что-то с кем-то там виделся, и приехал, там он на один день съездил. А то там начинают мне писать, что Саня вернулся. Саня не вернулся, так его Сани и нету. Саня, нету его пока. Вроде бы должен приехать, а что когда, и как неизвестно. Поэтому я сейчас сам по сараю там варю эти все клетки, занимаюсь сам, как-то покажу вам. А вообще Сани нету. И на последнем видео я не могу ответить на все комментарии, какая-то ошибка выбивает, я не могу ответить никому, вот почему-то мне тут комментарии, а я ответить не могу, какие-то ошибки идут. То есть, вот так, думаю, на все вопросы ответил, что к чему, как я с мячу, тоже рассказал. Мыйте рукой, любите маму. Всем пока. Пока.